Михаил Ломоносов родился в 1711 году в деревне Мишанинской, Архангелогородской губернии. Несмотря на то, что мальчик приступил к учебе только в 12 лет, он сразу проявил свой талант. В местной церкви его считали одним из лучших чтецов. В 1730 году Ломоносов тайно покинул дом и отправился в Москву, где ему удалось поступить в славяно-греко-латинскую академию. Для этого Ломоносов представился дворянином, так как крестьян туда не брали. В 1736 году за хорошие результаты и рвение к знаниям Ломоносов был командирован сначала в университет при Академии наук в Санкт-Петербурге, а затем в Германию в Марбургский университет. В 1741 году Ломоносов вернулся в Санкт-Петербург в Академию наук. Сначала он был назначен помощником профессора, а позже сам стал профессором и академиком. Ломоносов неоднократно ставил вопрос об открытии университета в Москве и в 1755 году Елизавета Петровна подписала указ об основании Московского университета, которому уже в наше время было присвоено его имя. Ломоносов был ученым-энциклопедистом, совершившим десятки важнейших открытий во многих областях науки, которые на десятилетия опередили работы западноевропейских ученых. Он развил атомно-молекулярное представление о строении вещества, высказал принцип сохранения материи и движения, заложил основы физической химии, исследовал атмосферное электричество и силу тяжести. Ломоносов выдвинул учения о свете, создал ряд оптических приборов, открыл атмосферу на планете Венера, объяснил происхождение многих полезных ископаемых и минералов. Кроме этого, Ломоносов оставил после себя обширное поэтическое наследие. Его считают создателем русской оды и научной грамматики русского языка. Выдающийся ученый Михаил Ломоносов – человек, изменивший мир.